всем привет меня зовут его всем привет меня зовут александр вы на нашем канале его тур его тур мы экономные туристы и вещаем для вас для таких же экономных которые хотят мечтают ездить за границу и мы можем поделиться своим опытом и сделать так чтобы вы это смогли со своим средним достатком среднем бюджетом также как и у нас будем очень рады все наши советы помогут вам ваши путешествия помогает на и прежде чем начнем пожалуйста просим вас поддержать наш канал поставить прямо сейчас лайк подписаться на нас итак все начинаем мы начинаем с наших путешествий мы уже в своем одном из роликов рассказывали как мы собираем деньги на поездку за границу из таких принципов мы исходим покупают туры когда едем в отпуск мы сюда вставляем так называемые неприкосновенный запас на возвращение после отпуска потому что бывают такие случаи когда ситуации когда вот мы допустим поездки немножко потратились допустим брали какие-то с собой деньги примеру на покупки мы их истратили но подвернулся очень удачный вариант и мы деньги тратим допустим с кредитной карты альфа-банка кстати альфа-банк нам бонус потому что мы рекламируем карту альфа-банка 100 дней мы же пользуемся лет семьи пользуемся очень поэтому всегда мы всегда оставляем небольшую заначку потому что приезжаем с отпуска выходим оба на работу а пота пока нет вы же были в отпуске и те отпускные которые вы получали перед отпуском они у нас лежат неприкосновенно в запасе все и когда мы приходим выходим на работу работаем определенное время у нас есть как бы денежная поддержка мы можем спокойно платить за квартиру покупать продукты ездить на работу заправлять машину и пользоваться этим запасом так называемым на чём идей итак теперь конкретно как пошопиться за границей имея в пределах тысячи евро у нас было на большие деньги тысячу евро пределах это максимальная сказала потому что многие же ездят и по 2 и по 3 по 4 по 5 тысяч евро с собой берут у нас было такое что мы брали с собой и 200 и 300 и 600 и обратно с этих 600 привозили обратно 200 евро если вариант 1 если у вас с собой денег минимальное количество это все с расчетом того что на питание у вас деньги уже рассчитаны либо у вас куплено уже все включено либо у вас уже идет расчет на питание вы деньги отложить так у вас совсем денег минимально значит что делать во первых обязательно как сказал александр отложить этот нз на то время когда вы прилетите из отпуска чтобы вам было на что жить до вашего следующего получения зарплаты это первое второе деньги нужно взять с собой те которые вам нужно будет на такси в аэропорт из аэропорта то есть в дороге именно в дороге небольшая сумма денег мы например берем тысячи там две три четыре вот так кредитка опять же обязательно нужна кредитка если у вас нет дебетовой своей карты ну как мы говорим что у вас минимум денег с собой значит то кредитка нужно обязательно но в таком случае это кредитка должна быть только на какие-то не дай бог форс-мажоры если что-то не дай бог случилось именно в таких случаях первые разы вот когда мы ездили почти без денег с такими же мы также есть бывали такие случаи мы вообще не тратим она у нас лежала там где-то спрятанную в сумке в чемодане это карточка на всякий случай просто была с собой на всякий случай мы ее вообще абсолютно не применяли никак и при всем при этом покупки и тогда тоже у вас будут минимальны допустим как у нас у нас есть семейной традиции мы покупаем кружку в каждой стране мы покупаем открытку в каждом городе и отправляем ее к себе домой на квартиру допустим у вас тоже какая-нибудь придумали вы какую-то семейную традицию на вас есть кто-то тарелочки собирают кто-то еще что-то собирают всех разный сувенир на память еще может быть какой-то другой сувенир мы допустим еще что-нибудь покупаем такое которое чем знаменита страна к примеру там венецию мы из венецианского стекла купили гондолу такую маленькую пусть это будет маленький сувенир пусть он будет недорогой напоминает вам об этой стране вам всю оставшуюся жизнь будет напоминать вы поставите в шкафчик или сверху там статуэтка какая-то из египта мы привозили из асуанской пальмы деревянная статуэтка у нас что нибудь мы покупаем уже в таких случаях по минимуму кружечка открыточка но еще не забывать что когда мы едем допустим на любой человек и в том числе и мы едем отдыхаем за рубеж и берем с собой какие-то карманные деньги кроме сувениров допустим не забывай что деньги нужно потратить во первых на экскурсии если они не входят в пакетный тур эти деньги нужно потратить часть денег на кота перекусики небольшие на питание мороженое пирожное и так далее это фрукты купить и плюсом еще эти деньги нужно использовать допустим на какой-то проезд на транспорте где-то на автобусе куда нужно сидеть ну да ну я так в целом что турции допустим да либо еще там тратить особо это хочется раз мороженка съесть где-то пироженки вы заранее вы заранее уже примерно должны знать что куда хотите поехать на какую экскурсию посмотреть экскурсию в таком случае брать тогда нужно у местного турагентства нужно тоже заранее посмотреть почитать про это турагентство знать в этом городе просто пользуйтесь интернетом весело вы причитаете перее я также нахожу все это в интернете поэтому уже можно знаешь сколько стоит данная экскурсия не надо далеко куда-то дорогие исторские покупать купите И какую-то экскурсию недалекую, потому что цена экскурсии зависит именно от дальности, от транспорта, от затрат, от времени, сколько на вас потратят. Если она где-то недалекая, совсем у вас 2 часа уйдет, и она стоит будет 15 евро, допустим, образно. И в то же время на Уссурах стоите туроператор. Да, и вы получите понимание страны, вы посмотрите, получите удовольствие, увидите прекрасное место, познакомитесь с историей, получите массу впечатлений за небольшие совсем деньги. Одну, две, ну может быть три экскурсии, смотря на сколько у вас хватает денег, вам будет достаточно. Еще зависит от того, конечно, на сколько вы дней едете. Мы, допустим, едем только на 2 недели всегда, даже не меньше, не на 12 дней, а только на 2 недели. И то мало. Да, и то нам всегда мало. А если человек летит, конечно, на неделю. Люди некоторые ездят на неделю, даже на 5 дней ездят. Мы, конечно, не понимаем такие поездки, но даже если вы поехали на неделю, нам хватит одной или двух экскурсий вот так вот. Не нужно, конечно, каждый день куда-то мотаться, это абсолютно. Вы не отдохнете, вы ничего не поймете, у вас все смешается, вы не увидите местности. Вот, что это вот, что касается минимального, значит, бюджета. Далее второй вариант. Второй вариант, если у вас, допустим, бюджет какой-то, деньги есть с собой какие-то, но их немного. К примеру, там, ну, в пределах 500 евро, да? Было у нас такое, что мы в Черногорию поехали, у нас с собой было 400 евро всего лишь. Причем мы без питания, тур у нас был без питания. Да, да. Ну, это Черногория, там питание дешевое. Черногория, это отдельный разговор. Да, у меня, кстати, хорошая. Мы брали 400, еще привезли с дачи. Ну, мы, да. И мы потратили. Мы потратили на питание. Мы как-нибудь, давай как-нибудь отдельно расскажем. Что-то, 217 евро мы потратили на 15 дней на питание. И обратите внимание, многие скажут, что да вы там жадничали, ели пирожок на троих раз в три дня. Да, это реально мало. Мы себе там ни в чем не отказывали. Мы ели и мороженое, и пили вино. Да, давай мы расскажем это в отдельном видео как-нибудь. Потому что по Черногории, по питанию это будет очень хороший ролик. Мы хорошие, ну, расскажем реально там фотографии вставим. То есть, это будет полезная очень информация. Поэтому мы тоже так же ездили сейчас как бы об этом. В таких случаях что? Так же обходимся обязательно. Оставляете так же минимум. Оставляете дома свои деньги, которые прожить, минимум на дорогу. Кредитка обязательно, тоже на форс-мажор кредитка. И так же экскурсии просчитываем. Какие нужно, какие не нужно. Какие хорошие, нехорошие, что вы любите. Что-то не сильно далеко. Тоже берем у местного турагентства. Мы так же в Черногории тоже ездили на экскурсии. Все покупали у местного турагентства. Замечательно, бесподобно. Как мы путешествовали, как мы вообще передвигались, ездили в Черногории. Это просто супер. У нас такой хороший опыт. Ну, это такая была первая, такая была наша самостоятельная, с разъезда по стране поездка. И очень удачная. Потому что, как правило, мы сколько ездили сюда, брали экскурсии туроператоров. Там одна-две экскурсии как бы запланированная была оплаченная. Очень дорогие они всегда. Да, и дорогие, да. А тут мы как бы, мало того, что мы отказались от питания, оплаченного заранее, мы еще и пустились в самостоятельное путешествие. И это бы нам очень-то понравилось. Да, поэтому тоже просчитывайте заранее, сколько чего, чтобы у вас на все платило денег бездумно. В таких случаях ни в коем случае нельзя ничего покупать, не тратить деньги. Нужно все просчитывать. Хочешь отдыхать, считай. Не знаю, нас это не напрягает. Ну, да. Абсолютно. Кого-то напрягает, ой, на все экономить. Не, ну, ради бог, не экономить. Если у тебя финансы позволяют, почему нет? Ну, еще у нас плюс, что мы не пьем, не курим. Если кто-то, допустим, бьет, у него каждый киоск, он берет банку пива. Пиво. Да, а где пиво, там две сигареты, все, и оно набегает, набегает, набегает. Ну, кстати, вино за границей покупаем почти каждый вечер. Ну, мы его не пьем бутылками. Да, да. Мы взяли бутылочку, мы можем его два-три дня попробовать. Ну, мы пробуем. По бокалу на ужин попробуем. Да, у нас есть такая традиция определенная. С некоторых пек мы пробуем местные алкогольные напитки. Эта традиция у нас появилась буквально в последнюю поездку на Мальч. Кстати, ролик у нас очень интересный. Он коротенький, посмотрите, Мальта алкогольные напитки, что-то там мало. Тестируем алкоголь. Мы даже завали там бутылки, между прочим. Посмотрите, посмотрите. Пустые. Вот, поэтому мы от темы опять отходим. То же самое, красавица, вот опять перекусал. Можно же как перекусить, допустим, пойти в кафе. Ну, придешь ты в кафе вдвоем, но ставишь там, в Европе, там, не знаю, 15-20 евро ставишь. Тут же где-то купил на улице, перекусил, пил пирожок, но отдал там 6-5 евро. Да, мы, кстати, не ходим по ресторану. Мы в ресторан, и то не каждый раз. Мы ходили только в последний вечер. Да, заключительный у нас отъезд. Как бы у нас такой простой прощальный ужин. Мы прощаемся со страной, грустно. Идем на берегу моря, выбираем ресторанчик, чтобы вид был на море, чтобы он был такой сам ресторан красивый. Ну и недорогой, конечно, не самый дорогий. Я вот помню, мы в Черногории так сидели. Ну, допустим, если мы на Мальке отдыхали, там был прекрасный ужин, прекрасная кухня. И ты идешь на ужин в 7 часов, какой-то ужин, ресторан еще может быть. Если ужин у тебя в ресторане, в отеле. Можно в отеле взять бутылочку и вина в ресторане. В какой ресторан еще пойдешь? Конечно. Как-то даже есть ты уже не хочешь, ты сытый. То есть, поэтому мы в Черногории вот ходили на такой прощальный ужин, потому что у нас там же без питания было. И мы пришли там здорово. В Черногории на Мальске мы ходили на прощальный ужин. А кто-то же любит по ресторану вообще и завтрак, и обед, и ужин? Ну да. Так о какой экономии может идти речь? Абсолютно никакой. Это не про нас. Все просто на завтрак, если особенности, свое питание. Он говорил, зашел напротив в гипермаркет, взял все, нарезанное мясо, пожалуйста, сыр, кофе, сахар, молоко, кипятильник в номере есть. Вернее, чайник закипятил, кофе, чай, позавтракал плотно хорошо. Ну и третий вариант. Третий вариант – это когда у вас средства с собой, деньги, допустим, там в пределах тысячи, я бы вот так сказала. Это уже более-менее так нормально. Учесть то, что, допустим, у вас либо все включено, либо за питание тоже у вас деньги отложены, это мы как бы по умолчанию уже имеем в виду. Также все эти пункты тоже нужно соблюсти, и кредитка должна быть, и НЗ должен быть, и на дорогу на обратную тоже нужно на такси. Ну здесь широкие возможности уже для шопинга. Здесь широкие и в нашем понимании, конечно. Ну да, мы про наши говорим, мы не говорим про золотую карту. Я общалась как-то с знакомыми, ну как минимум тысячи четыре-то надо с собой и долларов-то ввести. Ну у каждого свой, знаете ли. Я так смотрю, ну да я вроде и не помню, чтоб я в руках-то держала четыре тысячи долларов, если честно. Или евро, без разницы. Здесь, конечно, все равно уже можно уже шопинг. Также, опять же, традиционные свои какие-то сувениры мы берем. Ну вот мы так тоже ездили. Ну сувениры я к шопингу не отношу. Это как бы память на поездке, это деньги. Ну это покупки, я как бы их все считаю. Мы вот все вот эти три варианта перечисляем, мы ездили всяко. И так ездили, по второму варианту ездили, и по третьему варианту мы ездили тоже вот в Италию, например. Он был хороший шопинг, самый лучший шопинг в Италии, самый лучший, даже без разговоров. Потому что мы поехали с деньгами, у нас и деньги были, и кредитная карта, которая нарушила табу, ее не трогать. Мы ее потрогали. Ну нет, мы почему, мы и в Турции кредитные карты пользовались. Ну это уже после Италии уже было все. Если за границей встречаешь вещи, которые европейского исключительного брендового качества, и если это хорошие цены, мы не говорим про те, которые там ботинки по 200-300 долларов. Мы про такие вещи вообще не заикаемся даже. А действительно выгодные цены, где когда-то какие-то распродажи, какие-то скидки, мега грандиозные, там что-то Outlet или что-то. Вот к примеру, допустим, шлепки Саба я купила, мне вот сейчас вспомнилось, как пример, Дороти Перкинс. Это английский бренд, старый, давний бренд, которому там, я не знаю, сто лет уже. Просто неубиваемого качества. Кожаные. Стоили они изначально, натуральная кожа снутри и натуральная кожа сами из натуральной, и внутри подошва тоже натуральная кожа. Стоили они изначально 45 евро. Мы их купили за 9 евро. Но как не купить, как? То есть они со скидкой стояли, их там осталось, по-моему, три пары. Ну и так можно по разным параметрам. И много-много, да, вот таких. Мы вообще, в принципе, по жизни люди любим скидочные товары какие-то, акционные. Мы радуемся, нас это веселит, радует, когда мы хорошие вещи, реально, не какие-то там дешевые шмотки там купили, а хорошие реально вещи за хорошие цены. Нас это просто буквально воодушевляет. А за границей это тем более, потому что такие, как я в Италии купила ботинки, допустим, замши, я пожалела, что ни две, ни три пары купила замши в ботинки, которые я купила за 28 евро. Да, и потом, когда мы прилетели в аэропорт Кольцо, по-моему. Да, в Екатеринбурге, да, в Кольцево. Там итальянский обувной магазин, там натуральные итальянские ботинки, точно тоже такие же. Ну, не того же бренда, конечно, а другого бренда был, но идентичные ботинки, тоже итальянские. Там они стоили, сейчас скажу... Восемь или девять тысяч рублей. Двенадцать тысяч рублей, там в рублях была цена. Двенадцать тысяч рублей они стоили. Да как не купить? А я за 29 евро. И так много, вот у нас в Сивасы на такие покупки были. В совмещении приятное с полезным, оно вдвойне приятное. Поэтому вот эти деньги, вот мы покупаем по 50, по 100, по 200 евро. Если вы также, по нашему примеру, будете вот так же покупать с каждой зарплаты себе евро, откладывать, или доллары, смотря в какую страну, конечно, едете, в европейские страны евро. Это как раз вот на такие вот, на покупки. На покупки, на путешествия. Ну, на три, на три, на три страны, движение на три страны, да. Если мы не встретим каких-то таких вот хороших вещей, выгодных, а допустим, ну, всякое бывает, бывает что-то, ну, нету. Но деньги можно и обратно привезти, чтобы на нас делаем, да? Мы не тратим их, а допустим, оказались те же 100, 200, 300 евро. Зачем их выбрасывать? Мы ни за что в жизни не подошли. Как же везем их обратно домой и на следующую поездку, да? Да, сапоги сколько в Италии мы искали долго? Мне сапоги искали, мне нужно было, мы решили в Италии купить несколько. Долго искали, мы везде было либо не то, либо размером, либо очень дорого, везде по 300, по 200 евро. Зачем они мне такие нужны, по 200, по 300 евро? Я могу у нас в 21 век пойти купить и в Челябинске такие сапоги. Зачем мне? Мне нужна выгодная покупка, конечно же. И вот потом, мы только в конце уже за два дня нашла я хорошие сапоги, прям из-за натурального нубуга до самого колена. За 100... 115, что ли? Да, что-то такое, 110 евро. Ну, в принципе, тоже не супер-мега дешево, конечно. Ну, для сапог это нормальная цена. Да, для итальянских сапог цена хорошая. У нас такие сапоги идентичного качества будут дороже. Самое главное, кредитная карта, не терять голову. Да. Если вы твердо уверены, что вы способны потом погасить кредитный лимит, все свои затраты, спокойно тратьте. Но лимит у вас должен быть в голове. Да, обязательно. Вот можете вы там, к примеру, по 10 тысяч погасить в течение 100 дней, пожалуйста. Можете по 20. Можете по 20. Делите по 20 тратить. Ну, допустим, в Италии с кредитной карты 70 тысяч потратили. Мы, конечно, пояски затянули. В течение 100 дней мы рассчитывались. Ну, с учетом, что у нас был автомобильный кредит еще не затратил. Да, у нас еще машина была в кредите, не маленький был кредит тогда. Ну, в итоге, а куда деваться-то рассчитывались? Проценты мы не платим. Выбрались с этой ситуацией хорошо. Ну, что делать? Где-то, может быть, у кого-то перехватить. У вас есть возможность, там, у родителей, там, мало ли, бывает такое. Ничего страшного, там нет. Перехватить можно. Но если это действительно стоящие покупки, если действительно они стоят. Да, да, да. Особенно это касается женщин, естественно. Мужчины более в своем выборе жесткие и спокойные. А женщины, глаза загорелись, надо то-то-то-то. То есть сразу изначально поделитесь, что вам действительно необходимо. И стоит ли эта вещь покупать. Да, мы в позапрошлом видео про экономию рассказывали, так же сидели. Там тоже много про шопинг, про экономию. Вот мы, в принципе, экономия вот там. Откладываем, с собой берем деньги. И кредитка вот. Шопинг у нас в Италии был хороший. Кстати, видео тоже у нас есть. Ну, Италия это разговор, это Италия. Шопинг в Италии хороший. Италия это Италия. Потому что Италия сама по себе красивая. Ее музеи и города это фантастика. Ее улица фантастика. И то, что производится в Италии, это все. И нижнее белье. Это обувь. Обувь. И дубленки. И кожа. То есть, если эти брендовые шикарные вещи высокого качества покупать по цене, которая, допустим, у нас здесь в России, она просто будет смешной, это, конечно, до этого уходить нельзя. Это просто прощунство. Это непростительно. Если вы не купите. Взять шикарные, допустим, я взял себе шикарные туфли Маракой. Английская фирма Маракой. Сделанная в Италии. Я их взял за 45 евро. Но там туфли, извините меня. По 45 евро. Я прожил уже достаточно много. Я таких еще удобных туфель ни разу в жизни не носил. То есть, я делал туфли, а она в них спит. Я хожу в них как балетных тапочках. У меня вся обувь, сколько мы купили, сапоги, ботинки, вот, сколько. Они у меня все, что все вообще нет. Я хожу, хожу, ношу. Сколько лет мы ездили? В 17-м году уже 4 года прошло. Нам в Италии сказал один в магазине продавец, по-русски немножечко там разговаривал, что в Италии обувь вся хорошая. Не обязательно, что вам нужно, допустим, какой известный ведущий бренд, который, допустим, популярен и везде рекламируется в журналах, на телевидении. Любую берете итальянскую фирму и вся обувь будет прекрасна. Даже если это местная, совсем местная. Маленькая фирма, все равно будет качественная. Все равно это будет качественная обувь, потому что они просто не делают плохо. У них нет Китая, у них нет китайской обуви, потому что у них своя обувь, вот, просто вся Италия шлепает обувь. У всех итальянцев. И они не делают плохо, вообще просто исторически не делают плохо обувь. Они все делают качественно. И верхняя одежда, вот у них знаменитая кожа, дубленки, все это. И обувь тоже самая. И у итальянцев две фишки. Это обувь у всех, у мужчин и у женщин шикарная, и у женщин все шикарные кожаные сумочки. И еще по поводу качества итальянского. На рынке мы тарелись на рынке там времени, и одна женщина, она там живет в Риме. Мы вместе с ней где-то там носочки какие-то выбирали. И она говорит, я каждый год прям пачками беру и внукам отправляю на Украину. Я говорю, да это же китайские. Ну я посмотрела, там замечательно написано. Я говорю, это же китайские. Она говорит, да здесь Китай-то совсем другой. Здесь Китай качественный. Здесь вот этот Китай, я говорю, покупаю внукам, они бегают, они год носят. И не снашивают эти носки. Действительно, я ее послушала. Я тоже купила своим там племяшкам. Ну и дай, подарочки небольшие. Набрали. И вот у меня племянница носит только мои носки, которые я ей привязала из Италии. Она другие никакие не хочет. Она их носит-носит, и сейчас, наверное, еще младше будет их донашивать. Они просто не снашиваются, они просто исключительного качества. Китай. Вот в Китай в Европу поступает со всеми другого. А в России что гонят, там непонятно. На 3D-принтерах, что ли, шлепают или что-нибудь. Еще подытоживая все наши сегодняшние выступления, можно сказать одно, что при желании, при разумном подходе ко всему путешествию, поездке, всегда можно выкроить деньги на все. И делать хорошие покупки, выгодные. И посмотреть страну, съездить на экскурсии. На общественном транспорте посмотреть страну из окна автобуса. И получить полное удовольствие от поездки. Ну, для этого нужно немножечко постараться. То есть стремиться к небольшой экономии, стремиться быть разумными в своих желаниях и покупках. И все можно решить. Про экономию мы можем много, долго разговаривать. И любого научить, как экономить. Потому что мы это дело любим. И оба одинаковые в этом направлении. Я еще раз, да, Ева, говорю, что наш главный принцип в жизни – жить по доходам. Не жить по расходам, а жить по доходам. По доходам соответствующие. Можно же иметь желание купить БМВ и купить БМВ за 4-5 миллионов. Ипотеку взять. Да, вместо ипотеки. Как у меня, когда один знакомый, мальчишка, я говорю, лучше буду жить без квартиры, но в БМВ. Вот, поэтому надо исходить из своих возможностей. Конечно, всем нам хочется БМВ, но нету БМВ, берем Фольксваген. Не можем купить Фольксваген, берем Ладу Гранту. Поэтому все зависит от вас. Так что, ну вот, на этом, наверное, попрощаемся. Вывод сделали, все рассказали. Поделились. Если понравилось наше видео, наша информация. Может быть, есть какие-то вопросы, задавайте. Обязательно. Обязательно пишите, если какие-то вопросы. Может быть, тема для будущих роликов какие-то. Пока мы не съездим в октябре, нам что-то нужно... Да, остается только болтать языком. Рассказать нам много чего можно. Но просто вот не все всегда приходит в голову. Поэтому спрашивайте, что вас интересует, о чем вы хотите еще от нас узнать. И мы вам обязательно с удовольствием снимем видео, расскажем, посидим, поговорим. Поукой. Так что вот, очень приятно было с вами встретиться глаза в глаза. Все, подпишитесь обязательно, поддержите наш канал. Всем пока. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok